Грузия шлет привет Путину В Тбилиси зреет антироссийский Майдан Политика По советское пространство 21 июня 13.26 Грузия шлет привет Путину В Тбилиси зреет антироссийский Майдан Партии Закавказской Республики соревнуются, кто из них больше ненавидит Россию Андрей Полунин Комментарии в просмотрах 21.454 На фото Участники акции протеста у здания парламента Грузии Фото Материал комментируют Виктор Алкснес Николай Платошкин Россия враг и оккупант Грузии Москва заинтересована в расколе страны Об этом на фоне протестов в Тбилиси заявила грузинский президент Салами Зурабишвили на своей странице в Facebook Управляемая ею, Россией, пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие, написала Зурабишвили Напомним, в четверг, 20 июня, в Грузии неожиданно вспыхнули массовые протесты, вызванные визитом в страну российской парламентской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым Делегация должна была принять участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, но ее работа была прервана из-за бойкота фракции Единое национальное движение, лидер Михаил Саакашвили, Европейская Грузия Про западные фракции грузинского парламента возмутил тот факт, что председатель ассамблеи Гаврилов сел в кресла спикера грузинского парламента и начал речь на русском языке Спикер Иракли Кабахидзе в это время был в Баку Для всех это была очень тяжелая картина Россия является страной, которая оккупировала 20% наших территорий и официальный представитель этой страны, член российского парламента сидел в кресле спикера парламента Грузии, заявил Кабахидзе Читайте также Литва лишила Крым чистой воды Газбезопасность республики не позволила местной компании отправить продукцию в Россию Его поддержал и глава правящей партии грузинская мечта Бедзина Иванишвили Недопустимо, чтобы представитель государства оккупанта возглавлял в парламенте Грузии какой-либо форум, за этим обязательно должно последовать реакция, сказал он Но такая реакция властей показалась оппозиционерам недостаточно жесткой Нынешние грузинские власти тайно сдают Грузию России, но народ не допустит этого Сегодня мы требуем отставки Кабахидзе Если этого не произойдет, начнутся массовые народные выступления Но уже под требованием отставки действующих властей, сказал депутат отъянтник Амелия В результате членов российской делегации пришлось сопровождать в аэропорт под усиленной охраной А к зданию парламента вечером стали собираться люди 5 вопросительный знак 7000 человек Потом они попытались штурмовать здание Поначалу отсыпивший парламент полицейские действовали мягко и без особого сопротивления давали протестующим свои щиты Но решительность протестующих нарастала Они скандировали Сокартвело, Грузия, Россия-оккупант и сожгли российский флаг Около 23 часов появились сообщения, что полицейские применили слезоточивый газ, сигнальные ракеты и резиновые пули Это заставило часть протестующих разбежаться, но некоторые из них вскоре вернулись Примерно в это же время премьер Мамука Бахтадзе выступил с обвинением партии ЮНТ в дестабилизации обстановки Примечательно, что лидер ЮНТ Михаил Саакашвили все это время обращался к своим сторонникам через Facebook, убеждая их не сдаваться Затем полиция перешла к жестким мерам, чтобы разогнать протестующих Так, грузинская телекомпания Рустави-2 сообщила о массовой стрельбе резиновыми пулями и применении слезоточивого газа Как позже стало известно, пострадали более 50 человек, в том числе 38 полицейских Полиции удалось оттеснить протестующих от здания парламента, но в течение всей ночи на проспекте Руставели продолжались столкновения Утром 21 июня лидер партии Европейская Грузия Гига Бакери озвучил солидарное решение оппозиционных сил о выдвижении трех требований к партии Грузинская мечта, отставка председателя парламента Грузии Раклия Кабахидзе, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии, отказ от смешанной Мажоритарно пропорциональность системы выборов, когда половина законодательного органа избирается по одномандатным округам, а вторая половина по партийным спискам Бакери поставил ультиматум до 19 часов местного времени, 18 часов МСК, когда у здания парламента начнется новый, абсолютно мирный митинг оппозиции Что стоит за обострением в Тбилиси, куда движется Грузия Русофобия взращивалась в Грузии в перестроечные годы, и в 1990-е, отмечает депутат Госдумы 3 и 4 созывов, полковник в отставке Виктор Алкснес Сейчас на русофобских позициях стоит не только значительная часть обывателей, но и вся грузинская политическая элита И надо понимать, во многом такое положение отдела рук российского руководства В начале нулевых я часто бывал в Грузии Не хвастаясь, скажу, что много помогал Абхазии и Южной Осетии Донбасс в огне, Зеленский взял курс на уничтожение ДНР и ЛНР Пока президент Украины рассуждает о мире, Донецк вновь утюжит тяжелая артиллерия Я множество раз там бывал, и могу сказать, что население Аджарии с огромной любовью относилось к российской армии В те страшные 1990-е, когда в Грузии шла гражданская война и лилась кровь, именно российская армия не допустила прихода гражданской войны на территорию Аджарии Помню, в разговорах наши военнослужащие тогда говорили, что не хотят уезжать из Аджарии Аджарии после увольнения в запас настолько хорошо и там к ним относились Но так происходило потому, что лидером Аджарии был Аслан Абашидзе Это был последний официальный пророссийский государственный деятель в Грузии И когда в 2003-м возник кризис и произошел переворот в Тбилиси, Абашидзе занял строго антисайкашвиливскую позицию Речь даже шла о том, что Аджария заявит о своем выходе из состава Грузии И, в том числе с опорой на российскую армию, будет очередным пророссийским регионом Тогда бы пророссийскими были три региона Аджария, Абхазия и Южная Осетия И влияние антироссийских сил на оставшуюся территорию Грузию, я считаю, было бы сведено к минимуму Но Путин принял другое решение и он решил убрать Абашидзе И тот же самый Иванов прилетел в Батуми, можно сказать, выкрутил руки Абашидзе И заставил его сдать власть увез Абашидзе в Москву, пообещав личную безопасность И Россия, с уходом Абашидзе, полностью потеряла Грузию Москва утратила контроль над внутригрузинской ситуацией Урок Кремля для молодых, стариков за борт, молодежь в автозаке Как у нас власть пытается привлечь на свою сторону подрастающие поколения СП, как будут развиваться события в Тбилиси Думаю, там и дальше будет культивироваться антироссийские, русофобские настроения При этом со стороны Кремля проводится следующая неофициальная политика Пусть на официальном уровне все плохо, но надо усиливать человеческий фактор Надо, чтобы в Грузию ездили российские туристы Так вот, на мой взгляд, надо эти поездки прекращать Хватит подпитывать за счет российских туристов антироссийскую власть в Тбилиси Надо понимать, в Грузии, как и на Украине, уже воспитано целое поколение людей, ненавидящих Россию И перевоспитать их, посылая оттуда наших туристов, не удастся События в Грузии в очередной раз показывают провал российской внешней политики на просторах бывшего СССР Считает доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин Что на Украине, что в Грузии, что сейчас в Молдавии реализуется один сценарий Там борются между собой прозападные силы, а пророссийские силы вообще отсутствуют Борьба идет за то, будет ли антироссийская политика совсем жесткой, или останется с виду мирненькой Хотя суть политики одна и та же Смотрите, на Украине Зеленский сменил Порошенко и что? Все то же самое В Грузии вместо Саакашвили пришла к власти грузинская мечта Но мечта у противоборствующих сил одна НАТО и Евросоюз Мы, увы, не смогли нигде вырастить пророссийские политические силы, и не смогли их поддержать Даже, я бы сказал, не захотели поддерживать Потому что власть имущим в России это абсолютно по барабану Они все ориентированы на одно на сотрудничество с Западом И попытки нормализовать с ним отношения А постсоветское пространство при пути никак не пользовалось вниманием, так и не пользуется Результаты мы имеем везде на Украине, в Грузии, Молдавии и Армении Новости Грузии В Совете Федерации посоветовали россиянам не ездить в Грузию